сеятели жизни глава 18 внеземная встреча хуана хосе бенитиса воодушевленной идеей о том что в перу заранее организуются встречи с инопланетянами бенитис преследовал только одну цель провести расследование и собрать информацию из первых рук во время полета в перуанскую столицу он размышлял о многообразии жизни во вселенной и о важности такого рода опыта если новости действительно правдивы то в нашем мире начинается новая эра и он будет одним из первых кто распространит эту информацию 26 августа 1974 года хосе бенитис прибыл в лиму где встретился с представителем информационного агентства эфи а затем приехал ко мне домой на старом такси взятом из центра города бенитис приехал к нам именно в воскресенье когда мы собирались поговорить о нашей поездке в маркаусе ее деталях успехах и цели контактов кратко представившись бенитис прошел в гостиную где в течение нескольких часов внимательно выслушивал все события которые привели нас на плато маркаусе и конечно задачу поставленную перед нами аштаром шераном распространить весть о нашем опыте в мире и честным скромным жестом предложить тем кто этого пожелает возможность узнать что эти более развитые общества могут показать нам как культуру и опыт жизни прогрессивно развивающейся расы во время беседы мы ясно дали понять что инопланетяне это прежде всего человечество подобное нашему стоя лишь разницей что благодаря своему развитию они смогли преодолеть основные социальные трудности полностью удовлетворив свои первичные потребности такие как еда комфорт защита признание и работа общество где межличностная конкуренция не существует как мотивация для индивидуального прогресса или борьба за власть отсутствует как стимул в поисках самосовершенствования все это показалось хосе бенетесу ошеломляющим в конце беседы он подошел к нам и ненавязчиво спросил может ли он прийти на следующий день с диктофоном чтобы записать наши выступления мы безоговорочно согласились и на следующий день рано утром он постучал в нашу дверь ему не терпелось узнать каждую деталь нашего опыта поэтому испанский журналист начал планомерную серию вопросов первое интервью было с моим отцом он рассказал о возникновении института и первых годах исследования феномена нло в течение долгих часов они обсуждали трудности с которыми приходится сталкиваться в такой работе и отсутствие заботы со стороны властей по крайней мере открытой подробно рассказав об эволюции ай рп мой отец поведал ему о том как начинался наш опыт затем основываясь на этой четкой и надежной информации он обратился с вопросом к нашей робкой группе контактеров почему только вы были выбраны инопланетянами для этих встреч когда в мире есть люди более квалифицированные для такого обмена и которые как я полагаю тоже хотели бы поговорить с инопланетянами объективно спросил бенитис чарли ну вообще-то согласно тому что сказали гиды эта работа по установлению контакта является частью проекта задуманного более 100 лет назад который называется проект рама или как мы сейчас его называем миссия рама этот проект является частью более крупного проекта которому по их словам более четырех тысяч земных лет с другой стороны мы не единственная группа с которой они связались есть и другие планомерно разбросанные по всему миру они уже пытались связаться с лицами которые могли бы считаться подходящими но пришли к выводу что эти люди слишком привязаны к политическим институциональным экономическим или даже религиозным интересом что полностью ограничивает любые свободомыслящие отношения и любой обмен то что гиды могут предложить миру подразумевает необходимое переформулирование социально-политических идеологических ценностей которые не все готовы принять само их присутствие среди нас представляет собой оскорбление религиозного плюрализма в мире а также неминуемый риск для различных политических тенденций их внеземная культура имеет системы потребления и производства поддержку социальной структуры реальность философских характеристик экономическую структуру для распределения доходов типичные преимущества и обязанности любой организации но по сути полностью отличается от того что мы имеем в этом мире сегодня поддержание контакта с этими существами представляет собой новую возможность альтернативное движение к реструктуризации всех уровней на которых взаимодействует человек хотя существует небольшое ощущение что наша культура потерпела неудачу человек похоже не готов признать это поэтому наша задача направлена на то чтобы найти тех кто хочет узнать и понять эту новую реальность и подготовить их к тому чтобы однажды применить ее на практике в нашем мире однако нету реальность который наслаждаются эти существа а ту которая построена на понимании смысла жизни и открытии нашей космической идентичности это означает что наша собственная модель общества продукт обмена с этими существами бенитис как давно эти существа посещают нас сикста согласно их информации первые внеземные группы прибыли на планету земля более 250 миллионов лет назад однако это были две совершенно разные группы которые впоследствии закончили жестокой борьбой за владение планетой что привело к ее разрушению через некоторое время около 80 миллионов лет назад появилась вторая группа выжившие представители которой сохранились до наших дней хотя и в значительно меньшем количестве из-за катастрофы произошедшей на земле 65 миллионов лет назад в результате падения крупного небесного тела сегодня после содействия эволюции и развитию человечества и после нескольких попыток исправить наш курс инопланетяне с которыми мы общаемся вместе с потомками древних колоний ожидают того момента когда земной человек сможет понять что в космосе существуют обитаемые миры и что эти существа не боги и не ангелы а цивилизация подобное нашей в полном развитии в принципе это правильный момент времени позволил бы установить более тесные рациональные отношения но человек окружил себя таким количеством разнообразных предубеждений что полностью ограничил свободу этого обмена бенитис подождите этим обществом с которыми вы общаетесь более 250 миллионов лет как это возможно это было бы невероятным технологическим прогрессом учитывая продолжительность их жизни как вида чарли вы совершенно правы но дело в том что те кто достиг нашей солнечной системы были только из тех кто выжил из того что мы знаем их общество много раз претерпевала процессы разрушения и культурного восстановления те кто посещает нас сегодня являются продуктом нового этапа в эволюции их вида и они физически отличаются от своих первых предков бенитис какое влияние эти существа оказывали на землю за все время оскар ну на протяжении тысячелетий внеземные существа влияли на генетический ход планеты а также на развитие бесчисленных культур расы на нашей планете это следствие их вмешательства если бы они не вмешивались на земле вероятно был бы другой вид разумных существ либо другие млекопитающие либо рептилии если бы динозавры не исчезли в результате падения астероида или луны в карибское море вызванного глупой случайностью 65 миллионов лет назад рептилии были бы доминирующим видом на планете и если бы не была создана синяя раса вполне вероятно что только сегодня появился бы какой-то вид человека бенитис вы имеете в виду что падение астероида или той луны было случайностью вызваны инопланетянами и что означает синяя раса дэвид на самом деле была попытка внеземной группы изменить экологические характеристики планеты земля в ходе этой попытки они вызвали опасное изменение электромагнитного поля земли и как следствие падение захваченного астероида на поверхность планеты хотя они смогли предвидеть падение у них не было достаточно времени чтобы принять все необходимые меры им удалось спастись в относительно более безопасных местах но без использования всех доступных технологий падение объекта вызвало страшную череду землетрясений и приливных волн которые изменили поверхность планеты а также привели к спонтанной активации почти всех существующих вулканов объем частиц выброшенных в космос и повышенный уровень серы в составе воздуха добавлены к другим газом загрязнили окружающую среду вызвав выпадение невероятно кислотного дождя который убил растения и животных главным образом динозавров эти гигантские животные пострадавшие от загрязнения воздуха резкого изменения климата землетрясений и быстрой потери пищи исчезли за очень короткое время немногим выжившим инопланетянам пришлось противостоять миру превратившемуся в ад для голодающих животных измененная и загрязненная среда уничтожила всякую надежду на скорое выздоровление с течением тысячелетий и при улучшении экологической стабильности оставшиеся инопланетяне искали убежище под землей или на дне морей таким образом через некоторое время солнечная радиация в сочетании с изменениями в атмосфере сумела структурно изменить генетику инопланетян вызвав постепенную мутацию и почти полную стерильность физически становясь все слабее и слабее и уменьшаясь в количестве они были вынуждены искать другую альтернативу для выживания будущее представлялось им маловероятным и они начали искать в наземной фауне существо чья генетическая структура была бы совместима с их генетической структурой или могла быть каким-то образом генетически изменена чтобы стать совместимой после многих лет исследований и экспериментов им удалось найти и развить существо которое позволило бы им достичь желаемых результатов таким образом несколько внеземных генов были внедрены в комбинацию днк существа в нервные узлы отвечающие за формирование и размножение нейронов головного мозга которые добавленные к некоторым запланированным физическим изменениям постепенно привели к появлению прото-человека существо с фантастическими характеристиками было создано с целью использования в качестве рабочей силы они назвали эту искусственно созданную расу синей расой в тот момент инопланетяне уже начали генетическое использование этих существ в своих целях постепенно восстанавливая их плодовитость но так и не сумев создать потомство с той же скоростью с какой эти созданные существа воспроизводили себя сами через некоторое время представители синей расы осознали какому доминированию они подверглись и поняли что их жизни имеют относительно небольшую ценность поскольку их приносили в жертву в соответствии с требованиями их создателей страх смерти стимулировал растущую нестабильность в поведении протолюдей и создавал угрозу контроля над ними возможность неконтролируемого восстания и уничтожения внеземных сооружений вызывало беспокойство из-за огромной силы и численности синей расы прежде чем технология и слабости хозяев были обнаружены инопланетяне отправили существ подальше вдали от подземных городов и следовательно от своего доминирования бенитис то что вы говорите невероятно это изменило бы все антропологические концепции чарли напротив помимо рационального объяснения исчезновения динозавров это прояснилось было бы многие вопросы которые наша антропология до сих пор не могла объяснить появление первого человека или гоминида произошло одновременно с тремя другими группами гоминоидов этот первобытный человек в тот же период жил с другими прямоходящими существами которые не были людьми проследить генеалогическое древо этих гоминоидов не составит труда но ничто не объяснит появление совершенно другого существа в очень ограниченном промежутке времени самое интересное что все эти существа проживали одновременно в одном регионе и ни в каком другом месте на земле регионы танзании эфиопии уганды и кении в африке это буквально антропологическая колыбель человечества ни в какой другой части всей планеты не происходило одновременного появления этих существ кроме того согласно библейским сведениям эдем или рай адама и евы географически находится на аравийском полуострове прямо рядом с африкой или кении невероятное совпадение бенитис а как насчет религии и евангелия повлияли ли они на все культуры мира чарли ну на самом деле религии появились от развивающегося сознания и вопросов вызванных загадкой происхождения всего сущего в тот момент когда человек нарисовал первое изображение в пещере ему стало ясно что также как он воспроизвел что-то создал образ он сам тоже был создан конечно религия это шаг этап в поисках универсального сознания но неправильно быть привязанным к ней зависимым фанатичным как мы уже упоминали прошлая история земли полна случаев связанных с приходом внеземных существ каждый из этих случаев оставил свои следы и легенды когда конфедерация миров начала восстанавливать порядок на этой планете она использовала людей готовых сотрудничать в этом предприятии конечно эти люди думали что получают помощь от богов которые слышали их стенания вы можете видеть что в повествованиях содержащихся в тайной доктрине махабхараты например индуистской эпической поэме состоящий из ста тысяч стихов что эквивалентно восьмикратному объему илиады и одиссеи гомера вместе взятых нам рассказывают историю божественного арджуны принца который сражается в невероятной битве против асуров или демонов и которому для этой цели помогал могущественный повелитель небес по имени индра благодаря этому союзу арджуна получил мощное оружие венчаны машины которые могли путешествовать в пространстве и погружаться в подводные бездны где должны были скрываться асуры что-то очень похожее можно найти в египетских легендах и мифах и даже в христианской и иудейской религиях и это еще не все в текстах еноха пророка существовавшего до всемирного потопа ангелы под командованием семьяса просит пророка быть посредником в переговорах с богом в другом отрывке апокрифической книги еноха есть текст об особом путешествии который также упоминается в катарском евангелии псевдо иоанна где говорится что орбита земли составляет не 365 а всего 364 дня это совпадает с календарем юбилейной книги найденной в кумране написаны осенами где говорится что эта секта придерживалась календаря из 364 дней распределенных на 12 месяцев по 30 дней в каждом с включением дополнительного дня каждые три месяца это составляло ровно 13 недель на триместр а год состоял из 52 недель число 52 совпадает с календарем мая под названием длинный счет состоящим из 18 тысяч девятьсот восемьдесят дней или 52 лет что очень любопытно поскольку у мая было два календаря один назывался хаб и имел 360 дней плюс 5 другой назывался цалькин и имел только 260 дней календарь под названием длинный счет представляет собой период разрушения то есть каждые 52 года мая ожидали конца света если он не наступал в течение пяти лет начинался новый период в 52 года до очередного вероятного конца света наше прошлое бенитис это головоломка из фактов и событий связанных с внеземным присутствием к сожалению невежество превратила образы этих существ в тотем и богов ангелов и дьяволов религии в том виде в котором она существует в нашем мире это не более чем мракобесия которая исторически угрожает нашему пробуждению поскольку скрывает правду и искажает ее чтобы продолжать осуществлять свою власть господствуя над невежественными и нуждающимися в надежде людьми в последующие дни бенитис опросил более 30 человек все они были членами групп контактеров и активными участниками опыта все его вопросы были направлены на раскрытие происхождения этих существ откуда они пришли как они выглядели физически какими были их космические корабли их миры их общество их представление о боге что они ели спали ли они и какое послание они несли среди ответов 1 особенно сильно обеспокоил бенитиса он звучал следующим образом ужасное бедствие серьезных масштабов скоро опустошит землю они знают об этом и спешат нам на помощь это заявление сильно шокировала бенитиса поэтому я объяснил чарли как мы уже говорили инопланетяне обеспокоены тем как мы обращаемся с окружающей средой и сообщили нам что планета обернется против человека угрожая продолжению его существования яростью стихий действующих совершенно бесконтрольно однако есть и другая опасность о которой инопланетяне решительно предупредили нас и она напрямую связана с двумя факторами экономической стабильностью мира и религиозными и расовыми конфликтами по словам инопланетян мир вскоре переживет крупнейший экономический крах в своей истории спад будет вызван полной зависимостью от дефицитного сырья которая будет становиться все более и более недоступным в то же время крайняя зависимость от технологий и их дальнейшее развитие приведут к безработице общество свободной конкуренции подобное нашему полностью конкурентная в целях выживания не пощадит целые нации посвятившие себя бешеному развитию новых технологий в ущерб человеческому труду сокращение промышленных структур будет обязательным для того чтобы сделать их более конкурентоспособными что снова пополнит постоянно растущий человеческий контингент безработных идеологические партийный плюрализм используемый в основном как трамплин для реализации личных амбиций и как проводник власти будет способствовать разделению и насилию вместо того чтобы искренне беспокоиться об основных нуждах людей которых они представляют они серьезно препятствуют жизнеспособности решений демагогия замаскированный поиск саморекламы соблазн страстного триумфа амбиций извинения самаритянства политические союзы и никогда не выполняемые обещания будут мешать оперативности и эффективности альтернативных решений направленных на удовлетворение потребностей человека крушение политической стабильности стран коммунистического блока отсутствие более продуктивной основанной на качестве организации самодостаточной промышленности неустойчивое распределение продуктов питания и слабая подготовка профессионального контингента вызовут полную социальную деградацию стимулируя отток населения в европейские страны известные как богатые стабильные снижая доступность рабочих мест и уровень доходов населения а также провоцируя ужасный период городского насилия и полностью подрывая устои общественной безопасности добавьте ко всему этому расизм и повторное появление фашизма и нацизма в европе и америке миграция арабов африканцев латиноамериканцев а также выходцев из стран социально-экономическими проблемами или политическими и этническими конфликтами будет постепенно влиять на экономику и социальную стабильность указанных стран кроме того арабские страны полные обиды на запад будут ждать момента появления слабости подавлявших их структур чтобы со злостью нанести точный разрушительный удар они всегда считали себя угнетенным народом и ждут момента для мести возможности выплеснуть всю ненависть которую они накопили за века колониализма и репрессий мир ужаснется холодности этих палачей которые не пощадят никого в своем возмездии мир скоро понесет наказание за свою приверженность индивидуализму вместо объединения изоляция и одиночество вот цена сектанства человек создал свою собственную реальность независимую от истины чтобы оправдать свои поступки свои решения свой выбор и свои суждения вымысел имеет свою цену можно обмануть но надолго ли человек будет осужден за ложь человеческой жизни и человек будет сам себе палачом в библии сказано око за око и зуб за зуб человек пожнет то что посеял нетерпимость неуважение эгоизм и заброшенность только те кто осознает что жизнь можно прожить с любовью не зависящий от каких-либо ограничений и захочет построить место структуру способную собрать тех кто хочет освободиться от этой судьбы смогут пережить этот хаос бенитис когда все это произойдет чарли трудно сказать но по тем данным которые у нас есть процесс займет в среднем 30-40 лет от первых признаков до конца таким образом можно сделать вывод что 26 лет оставшиеся до рубежа веков и последующие 10 будут решающими для будущего человечества эти ответы расстроили господина бенитиса что было вполне понятно объем информации которую он получал был фантастическим и описывал человеческую реальность без каких-либо смягчающих факторов хотя люди привыкли жить в окружении бедности трудности и насилия они никогда не связывают это с собой они думают что это может происходить только с другими люди избегают осознание несчастье в мире потому что это сделало бы жизнь еще более трудной печальной удручающий а прогноз на будущее крайне безысходным получить эту лавину информации не подвергая ее сомнению было невозможно в это время два друга тиберия петро леон и эрнеста айса оба сотрудники института рассказали бенитесу о знаменитых гравированных скалах акукахе местечке к югу от лимы в районе ики эти базальтовые скалы с барельефными рисунками были обнаружены и изучены известным исследователем доктором хавьером кабрера даркио на них были изображены чрезвычайно любопытные сцены словно картины странного прошлого они показывали людей с различными физическими характеристиками которые смешивали динозавров наблюдение за звездами в телескоп летающие машины и пересадку сердца с повседневными рутинными делами эти два близких друга пригласили бенитеса сикста и меня на экскурсию в музей где хранится фантастическая коллекция из одиннадцати тысяч выгравированных камней найденных доктором кабрерой по его словам эти камни рассказывают историю народа пришедшего из других миров и населявшего землю в доисторические времена при одном упоминании об этом бенитес вздрогнул потому что несколько часов назад мы говорили о чем-то подобном во время поездки мы обсуждали детали нашего невероятного приключения наш испанский друг постоянно удивлялся естественности наших ответов и расспрашивал обо всем бенитес честно дал понять что относится ко всему этому скептически но все равно серьезно пытался понять каждый ответ в наших разговорах всплыла тема иисуса очень деликатная но очень увлекательная тема которая заинтересовала бенитеса он спросил нас давали ли нам наши гиды какую-либо информацию о нем мы ответили на самом деле мы спрашивали их об иисусе и ответ был шокирующим по словам гидов иисус был частью проекта который был связан с будущим человечества он не был на сто процентов человеком только на 25 процентов он был результатом искусственного оплодотворения это существо оказавшая такое большое влияние на мир пришло чтобы выполнить фантастическую задачу которую мало кто понял почти все его учения были искажены и теперь служит частным интересом на самом деле распространение христианства совершил не иисус а павел и старса который верил что получил откровение по дороге в дамаск павел был одним из ответственных за убийство апостола стефана и гонение на христиан по дороге в дамаск у павла случился сильный солнечный удар и ему помог она не глава христианской группы в дамаске который сказал ему что он спасен иисусом освободившись от чувства вины за участие в убийстве стефана он начал проповедовать евангелие раскаиваясь в своем преступлении никогда не встречаясь с иисусом и располагая лишь информацией переданы ему она ней единственный раз павел говорил с одним из апостолов иисуса когда он посетил петра в иерусалиме чтобы спросить его должны ли новые христиане которые не были евреями быть обрезанными в хрониках говорится что это была ужасно жестокая встреча потому что петр оспаривал у павла право говорить от имени иисуса так как он никогда не встречался с ним и даже изменил его именно христос или иисус христос что связано с греческой мифологией апостолы называли его просто рабе кроме того петр считал что христианство должно оставаться только среди иудеев а павел распространял его за пределами палестины в результате павел избегал и разорвал отношения с первыми апостолами и следовательно независимость его проповеди не сохранила целостности первоначального учения таким образом христианство и образ иисуса достигли латинского мира через того кто никогда не встречался с иисусом кто изменил его имя и заново сформулировал его послание иисус которого знает весь мир это христос павла а не настоящий но истинный иисус 2000 лет назад обещал вернуться и он вернется в конце времен когда будут открыты священные писания этот человек придет чтобы исполнить причину своего существования вы должны помнить что он никогда не умирал поэтому он находится где-то в ожидании времени своего возвращения иисус оставил послание закодированное в немногих оставшихся учениях его текст предстоит раскрыть ибо он был обращен в основном в будущее он пришел в то время когда его присутствие могло бы иметь большее влияние и в то место откуда он мог охватить весь мир затронув только рим иисус для нас не чужой и не бог он посланник выполняющий миссию в которой мы все принимаем участие время приближается просто посмотрите написание бенитис но если иисус был частично внеземным осознавал ли он это чарли в полной мере большинство текстов нового завета повествуют о жизни иисуса с самого начала его общественной жизни детали касающиеся его семьи более тщательно изучены только у луки и более поверхностно у матфея детство иисуса большая загадка поскольку хотя она часто упоминается в апокрифических текстах почти все эти тексты были написаны примерно в 200 400 годах нашей эры спустя столетия после его смерти ошибки в этих текстах просто абсурдны например в отношении обычая в того времени и самой еврейской религии если вы проведете более детальный анализ нового завета то обнаружите еще больше глупых ошибок причем не только в историческом аспекте фактов но главным образом в повествованиях самих апостолов например вы должны помнить что самым молодым апостолом был иоанн тот кто жил дольше всех этот у кого должны быть самые яркие воспоминания в голове если вы посмотрите евангелие от марка матфея и луки о том как иисус избрал двух первых апостолов петра и андрея вы увидите что версия иоанна полностью отличается от остальных если предположить что апостолы оставались вместе в течение почти трех лет общественной жизни иисуса то довольно невероятно чтобы они ни разу не заговорили о его собственной истории еще один важный аспект марк рассказывает всего восемь притч матфей 20 лука 27 а иоанн самый близкий ученик ни одной почему кроме того существует разногласия по поводу имен 12 апостолов в известном апокрифическом тексте под названием книга еноха упоминается избранный это означает что бог уже определил приход мессии еще до всемирного потопа но как могло случиться что бог возродил человеческий род покрыв землю водой какова была бы тогда его роль в заключение я хотел бы сказать что для того чтобы иметь возможность обсуждать эту тему нам еще многое предстоит исследовать но в одном мы совершенно уверены иисус не умер он жив и вернется но не как бог а как сын человеческий пример того кем мы все можем стать в один прекрасный день все эти ответы теснились в голове бенитиса и усиливали его скептицизм идея о том что кучка детей обрисовала новое видение мира интерпретированная через межпланетный опыт была слишком сумасшедшие среди его мыслей была и возможность надуманного сюжета но до этого момента он не мог дискредитировать представленную информацию 1 сентября 1974 года в лиме через два дня после визита доктора кабреры бенитис подошел к нам попрощаться прежде чем отправиться в свой отель и сказал все что я услышал за последние недели действительно поразительно и тревожно через несколько дней я возвращаюсь в испанию и конечно же доложу своему издателю обо всем что вы мне рассказали хотя вещи которые вы говорите совершенно фантастичны и наводят на глубокие размышления они вряд ли будут приняты до сих пор у меня не было никаких доказательств их истинности кроме ваших рассказов но если вы хотите произвести впечатление на весь мир этого недостаточно я не повезу в испанию ничего солидного и определенного если они инопланетяне считают что я как журналист могу быть полезен для работы которую вы развиваете я хотел бы принять участие в физической встрече если вам так легко встретиться с ними почему я не могу пойти с вами мы молча слушали каждое слово и нам стало страшно мы всегда знали что однажды мир бросит нам вызов и теперь этот момент настал я твердо ответил послушайте бенитис это не нам решать но все в порядке если вы считаете что какое-то доказательство необходимо мы посоветуемся с гидами не нам решать когда и как до сих пор это всегда решали гиды ваша просьба будет передана им и мы дадим вам ответ как можно скорее журналист ничего не сказал он сел в машину и поехал в свой отель мы сикста молча смотрели друг на друга мы знали что это будет судьбоносный вызов и что наша близость с гидами теперь подвергнется испытанию на следующий день 2 сентября после довольно бессонной ночи сильно переживая из-за просьбы бенитиса я решил установить связь и поговорить с гидами в глубине души я понимал что именно этого момента они инопланетяне ожидали и что отчасти именно к нему они готовили нас все эти месяцы я чувствовал себя довольно неуверенно из-за ответственности которую представляла собой общение я глубоко вдохнул расслабился и приготовился принять сообщение которое начиналось следующим образом да кулба вопрос будет ли контакт в субботу до контакт в субботу 7 числа время 7 часов 30 минут на месте время контакта 9 вечера люди эдуарда мета сикста карлос хуан хосе бенитис берта лилиан она мария пока и другие те кого вы считаете подходящими не более трех человек это сообщение было представлено гидом кулбой который редко общался со мной но был ответственен за многие полевые опыты было бы логичнее если бы автором сообщения был мой гид гадар так как он был моим обычным советником легкость связи поразила меня ведь никогда прежде сообщения не передавались так легко итак с посланием в руке я отправился к брату когда сикста увидел его он очень встревожился и спросил меня подумал ли я о том что произойдет если эта информация окажется плодом моего разума немного неуверенно я ответил что послание пришло очень необычным способом и поэтому я уверен что она не является результатом какого-либо вмешательства сикста занервничал и отказался участвовать в неудачном по его мнению контакте мне было грустно и чувствовал я себя довольно неуверенно идея взять журналиста на полевой опыт сильно отличалась от идеи организовать встречу для людей от которых не ожидались какие-либо последствия в этом случае если опыт провалится самое меньшее чего мы могли ожидать это наш полный провал если бы у бенитиса не было конкретных доказательств он почувствовал бы разочарование и сообщил бы всему миру что это было мошенничество сущее безумие мои предчувствия не давали мне покоя и я обратился за советом к отцу узнав о ситуации карлос мой опытный отец конечно же тоже забеспокоился об ответственности за этот опыт он еще раз предупредил меня о риске связанном с этим приглашением и выразил беспокойство за репутацию института и свою собственную его предостережение усилили мою неуверенность и тревогу я не нашел ни у кого поддержки никто в группе не решался вступить в коммуникацию опасаясь что груз ответственности может повлиять на прием сообщения все предлагали сказать бенитесу что встречи не будет чтобы избежать большего ущерба я чувствовал что мы придаем обязательства которые взяли на себя перед инопланетянами я поспешил выйти из дома и направился в небольшой парк по соседству где я мог медитировать вдали от всех была уже ночь и я сел на на стену глядя на море в темной дали шум волн успокаивал мой взволнованный ум я расслабился и попытался обрести покой затем я начал вспоминать весь наш опыт все сообщения и информацию от проводников вдруг я почувствовал кулбу в своих мыслях и интенсивное ощущение покоя он сказал да кулба успокойся чарли не сомневайся верь мы знаем как много это значит для будущего проекта поэтому мы поддерживаем все факты не бойся не чувствуй себя неуверенно потому что другие боятся и сомневаются в тебе сейчас самое время применить на практике все чему вы научились у нас иди вперед мы будем рядом с тобой я мысленно ответил что если я так поступлю то мой поступок может иметь очень серьезное последствия вся группа и мой отец будут против меня они подумают что я действую из тщеславия и безответственности никто не подумает о трансцендентных причинах и не окажет мне никакой поддержки если бы я пошел дальше то оказался бы совершенно один против всего мира взяв всю вину на себя меня тут же сочли бы виновным моя инициатива была бы воспринята как одностороннее индивидуальное предвзятое действие серьезное оскорбление для всех я был в панике кулба настаивал не бойся мы с тобой в течение нескольких месяцев мы посвятили себя тому чтобы подготовить тебя к этому моменту доверься мы дали бесчисленное количество доказательств наших намерений теперь вы не можете вернуться назад будущее вашего мира теперь в ваших руках вы не одиноки сейчас и никогда не будете одиноки думайте медитируйте и доверяйте до свидания когда кулба ушел я сидел все еще размышляя но в глубине души я чувствовал что больше никогда не буду одинок где бы я ни был я глубоко вздохнул и сделал свой выбор у меня больше не было сомнений по поводу моих отношений с инопланетянами поэтому я пошел прямо домой и позвонил в отель бенетесу его не было дома и я оставил сообщение с просьбой перезвонить мне как можно скорее были приглашены и другие люди поэтому я сообщил им о дате назначенной для опыта все согласились кроме анны марии я также пригласил эрнеста айсу и тиберия петро леона но оба отказались от приглашения на следующий день все узнали о моих намерениях я чувствовал себя так словно мир рухнул на мою голову я получил множество критических замечаний большинство из которых были радикальными и наглыми меня называли безответственным сумасшедшим высокомерным и тщеславным казалось я подхватил заразную болезнь потому что через несколько секунд вокруг меня никого не было в тот же день позвонил бенетес и узнав что его предложение принято и что дата уже назначена поспешил ко мне домой как только он приехал я предупредил его послушайте бенетес мы не просим вас верить всему этому но подождите до субботы 7 сентября на самом деле мы не совсем уверены в том какие события произойдут но я совершенно уверен что будет физическое объективное подтверждение вы должны быть здесь около 16 часов так как нам предстоит долгая дорога он сказал это же мой день рождения я ответил будьте готовы к подарку который вы никогда не забудете бенетес взял у меня из лист бумаги на котором было написано послание кулбы я также нарисовал на нем небольшой набросок черт лица гида кроме удивления что это произошло в день его рождения я не смог обнаружить у бенетеса никаких более сильных эмоций он просто попрощался и пообещал вернуться в субботу днем должен признаться что за несколько дней до выезда в чилку я получал всевозможную критику мне даже угрожали судебным иском если какая-нибудь неудача поставит под удар чью-то репутацию трудно было наблюдать как некогда дружественный мир стал теперь вражеским некоторые из моих друзей были в ярости и беспокоились о том что если что-то пойдет не так то как они будут со мной общаться на несколько мгновений я задумался о том что чувствовал иисус когда его отвергли апостолы хотя сравнение было очень неудачным ведь я простое существо а мои спутники не являются моими последователями и не находятся на другом уровне чем я я задавался вопросом каким будет мой следующий ад если я потерплю неудачу я задавался вопросом оставит ли меня мой брат и мой отец дни проходили за днями мне не терпелось увидеть конец этой агонии постоянная агрессия заставляющая меня сдаться начала подрывать мою уверенность в себе но несмотря на непрекращающуюся критику тех кто был напуган я твердо шел вперед я не отвечал за других только за себя я был уверен в своих отношениях с гидами хотя упреки окружающих порой подтачивали мою решимость что-то внутри заставляла меня верить словам кулбы это было как внутренний голос присутствие которое укрепляло меня против любого уныния и вот наконец настал нужный день бенитис не появлялся в моем доме целую неделю позже я узнал что его скептицизм удерживал его в стороне чтобы избежать каких-либо внушений или подготовки я также узнал что он обсуждал эту тему с эрнеста и тиберия которые не приняли приглашение принять участие в мероприятии оба они также скептически относились к контакту мета пока давид и эдуарда все они были инструкторами и контактерами были единственными кто согласился пойти со мной хуан и остальные не хотели участвовать потому что не верили что контакт состоится я снова пригласил сикста но он отказался потому что не хотел подрывать свою репутацию мне было очень грустно потому что впервые за все время наших приключений мы не были вместе на выезде словно волшебная связь была разорвана и каждый из нас должен был продолжать свой путь самостоятельно позже я пойму почему так но в тот момент мне казалось что чего-то не хватает в 15 часов 30 минут 7 сентября 1974 года бенитис приехал на такси берта домохозяйка и лилиан стюардесса одной из международных авиакомпаний которые также были приглашены уже были на месте эдуарда пака метой и давид также были со мной для очередного приключения которое могло стать концом или началом нового этапа для всех нас когда все были в сборе я снова настойчиво обратился к сикста который отвернулся не желая вести диалог разозлившись на отсутствие поддержки я попрощался с теми кто не пошел с нами наша экспедиция отправилась в путь на двух автомобилях в одном ехал я спака мета и давидом в другом эдуарда лилиан берта и хуан хосе бенитис к несчастью для бенитиса в пустынях перуанского побережья зимой очень холодно он был одет в джинсы тонкую рубашку и тонкий шерстяной свитер и нес с собой фотоаппарат когда он заметил свою досадную ошибку было уже поздно ее исправлять так как мы уже были в пути его грусть от того что день рождения будет проходить в далеком месте вдали от семьи и близких усилилась при мысли о холоде с которым ему придется столкнуться ему удалось развеять свою тревогу поговорив с эдуарда в течение полутора часов езды по трассе панамерикано хотя он бдительно следил за любым признаком мошенничества эдуарда отвечал на его вопросы с такой естественностью и так убедительно повторял что если гиды обещали дать подтверждение то они их дадут что бенитис отказался от расспросов мы прибыли скоро будем на месте эдуарда прервал всеобщую напряженность свернув с трассы он направился по песку в сторону холмов чилка было шесть часов вечера через несколько километров мы припарковали машины на равнине с этого места мы должны были продолжить путь пешком мы шли по долине к холмам и плохо одетому журналисту пришлось столкнуться с пронизывающим холодом он оставил свою камеру в машине он не ожидал что в эту ночь произойдет какое-либо явление для бенитиса это было откровением вокруг него была засушливая бесплодная земля он чувствовал себя потерянным среди песчаных дюн где холодный ветер на закате наказывал его незащищенное тело идя рядом с эдуарда он спросил его почему мы используем это место эдуарда ответил ну это конкретное место было выбрано во время одного из первых опытов чарли когда он начинал свои первые сеансы коммуникации оно было использовано во время первой встречи организованной через окзалка в феврале это место совпадает с маршрутом космических кораблей которые обычно летят на подводную базу на юге страны гиды объяснили что для того чтобы сделать физический опыт более удобным они выбрали места совпадающие с маршрутами или центрами активности по их словам в чилке созданы идеальные условия удаленность от цивилизации позволяет избежать вмешательства любопытных людей или появление каких-либо других неприятностей темнота наступала медленно окутывая пейзаж в небе стоял густой туман тяжелый непроницаемый занавес один за другим включались фонарики открывая взору тропинку без всякой растительности только песок камни и земля повсюду усугубляя вид морского побережья без дождя бенитис с трудом переносил холод он с нетерпением ждал конца того что считал сговором он почти не разговаривал его скептицизм оставил его в горьком плохом настроении он шел за группой возглавляемой эдуарда и мной и все время считал часы минуты и секунды до нашего возвращения бенитис спросил пока о месте куда мы направляемся пока ответил что мы не остановимся пока не достигнем шахты особого места которая из-за своих особенностей используется для более близких встреч после этого бенитис замолчал через полчаса мы добрались до шахты бенитис нетерпеливо спросил показывая свое раздражение что мы теперь будем делать мы будем ждать поищем место где можно присесть в ожидании новых указаний ответил эдуарда ночь была морозной и бенитис прыгал чтобы согреться из-за низких облаков не было видно ни одной звезды и я забеспокоился с пока и эдуарда я установил связь и попросил дать мне инструкции они ответили что гиды появится в 9 часов 15 минут вечера я немедленно сообщил об этом остальным сидя на сухой каменистой земле мы разговаривали на разные темы журналист раздраженный держался на некотором расстоянии и продолжал прыгать чтобы согреться он ворчал на дискомфорт и безумие пребывания в таком забытом месте он завел разговор с эдуарда чтобы не замечать своего дискомфорта я был очень расстроен но не мог допустить мысли о том чтобы отказаться от выезда не получив никакого контакта я наблюдал за всеми и думал какими будут их выражения если мы вернемся ни с чем чтобы чувствовал я минуты казались бесконечными темная ночь не давала нам надежды что-либо увидеть и мое сердце учащенно билось по мере того как время приближалось к девяти часам пятнадцати минутам эдуарда подошел ко мне и сказал о своем разочаровании в маркаусе я нервно рассмеялся не контролируя себя я чувствовал себя неуверенно тревожно ответственность была невероятно тяжелой я не мог расслабиться фотографии которые эдуарда сделал с космическими кораблями в маркаусе были испорчены за исключением первых когда мы поднимались наверх с момента прибытия космических кораблей все фотографии без исключения были испорчены мой друг был расстроен ведь они могли бы стать отличной записью по крайней мере пленка могла бы стать подтверждением но мы узнали о печальных результатах только тогда когда она вернулась из-за границы где ее проявляли недовольство бенитиса становилось все сильнее от холода и предполагаемого обмана а я все больше нервничал подошла милая лилиан подруга которую я с нежностью вспоминаю а также берта эдуарда и я встали и мы все начали разговор о политической ситуации в чили которая в то время испытывала проблемы с пиночетом вдруг лилиан вскрикнула мы все тут же подняли головы было ровно 9 часов 15 минут вечера бенитис тоже подошел к нам быстро взглянув вверх и там прямо внутри слоя облаков появился яркий диск дискообразный объект медленно вышел из облаков полностью охвачены интенсивным белым светом который нельзя было сравнить ни с чем другим бенитис молчал и остальные тоже я испытал радость которая перешла безудержные слезы я пытался скрыть свои эмоции они были там менее чем в двухстах трехстах метрах от нас выполняя просьбу которую я имел смелость высказать воистину я никогда не останусь один нигде во вселенной огромный яркий объект висел в воздухе без движения и его яркий белый свет распространялся и рассеивался сквозь облака образуя своего рода ауру вокруг освещенного круга я огляделся вокруг и увидел что бенитис озадачен ища во всех направлениях источник света который мог бы отвечать за этот эффект в полной тишине яркий объект начал двигаться и в то же время периодически менял интенсивность своего света космический корабль находился не вертикально над нами а по диагонали перед нами без видимой причины на несколько секунд вниз на землю был направлен луч очень сильного белого света постепенно оправившись от первого удара группа начала говорить о том что мы наблюдали некоторые очень громко почти через минуту яркий диск размером с полную луну медленно поднялся и исчез сквозь облака через несколько минут диск появился снова почти в том же месте но с одним отличием на этот раз появился объект меньшего размера тоже яркий который вращался по орбите с неустойчивыми движениями вокруг большого диска это было впечатляющее зрелище женщины эйфорически кричали их два их два смотрите туда действительно на этот раз объектов было два через несколько минут после своего появления светящийся диск повторил прерывистую последовательность освещения некоторые люди сказали что это похоже на сигналы на самом деле так думали все включая скептически настроенного бенитиса через несколько минут после появления диск и его конепа снова исчезли в облаках по-прежнему в полной тишине небо по-прежнему было пасмурным а ночь кромешной тьмой писк летучих мышей заполнил тишину пока группа отдыхала наше внимание снова было привлечено к небу когда группа увидела светящийся диск в третьей позиции снова выходящий из облаков группа была очень взволнована и я был очень счастлив в этот момент в мое сознание ворвалась какая-то сила это был кулба который сказал в моих мыслях помни мы всегда поможем каждому кто честно и смиренно ищет достойную жизнь для себя и других мы больше не придем но твоя миссия выполнена вы можете возвращаться мое сердце учащенно забилось я испытывал такие сильные эмоции что едва мог произнести хоть звук с большим трудом я сказал остальным что опыт закончился в соответствии с полученным сообщением пока все молча наблюдали за исчезающим светом диск скрылся за облаками группа не двигалась их глаза были прикованы к этому явлению и прошло несколько мгновений прежде чем они отреагировали затем посетители одновременно спросили что это было это были внеземные космические корабли более расслабленные и теперь полностью убежденный в ответственности которую все это представляло я ответил гиды сказали что на самом деле у нас было два объекта но оба они не смогли спуститься ниже из-за толстого слоя облаков то что они сделали было просто выполнением цели этого опыта и обязательств которые они взяли на себя вместе с нами бенитис не принял этот ответ и спросил но я не могу понять почему вы говорите что они не могли спуститься ниже по двум простым причинам во первых потому что слой облаков был слишком низким и их присутствие на небольшой высоте могло привлечь внимание людей которые хотя и находятся далеко отсюда были бы привлечены сильным светом дисков во вторых потому что вы еще не готовы к такого рода контактам ответил я это заявление явно было адресовано гостям особенно бенитесу опыт был полностью успешным в рамках поставленных задач но самым важным во всем этом было то что она убедила меня в том что хотя иногда приходится действовать вопреки всеобщему мнению если вы доверяете контакту и поддерживаете объективную ясную близость с инопланетянами вы можете быть уверены что действуете правильно последнее слово всегда и во всем остается за гидами они за нами они были и будут судьями нашего поведения с того момента как мы отдали себя в их руки чтобы учиться это будет неизгладимый урок жизни который я никогда не забуду потому что он снова послужит мне в будущем будущем которое будет полностью зависеть от этих замечательных отношений я устал из-за напряжения испытанного за эти мучительные дни ожидания когда я проходил мимо бенитеса я сказал с сарказмом жаль сегодня был довольно однообразный день такой же простой как и многие другие по сути ничего особенного не произошло гиды просто провели презентацию на мой вкус слишком элементарно бенитес не мог выбросить из головы это событие хотя она длилась не более шести семи минут это были самые невероятные минуты в жизни хуана хосе бенитеса с того дня его жизнь уже никогда не будет прежней а результаты мы увидим очень скоро мы покинули легендарную шахту разговаривая и смеясь невероятные приключения остались позади а передо мной открылись новые горизонты а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok